Храм Сергия Радонежского Итак, дорогие мои москвичи, мы пойдем с вами пешком путешествуем по улице Батана в Солнечный храм. Согласны? Вот дорожка и привела нас к Солнечному храму. Посмотрите, ребятки. В настоящее время восстанавливаются старинные храмы, возвращаются монастыри, строятся новые храмы. От этого облик Златоглавой Москвы все становится краше и краше. Вот и у нас в районе был не так давно построен храм, храм Сергия Радонежского. Наш храм восхищает не только своими размерами и внешней красотой, но и внутренним убранством. Внутренний вид храма удивителен своими красивыми, прекрасными иконами, обилием света, воздуха. Икона значит образ, изображение. По древней традиции иконы раньше писали красками на специально подготовленной доске. Интересно, видите как? Вот иконы мы видим в храмах, в домах православных людей, ну таких как мы с вами. Иконы сопровождают человека во всех местах и делах. Часто мы видим иконы в автомашине. Многие люди носят иконы на груди. На иконах мы видим святые лица, в которых мы просим о помощи и защите. Посмотрите, наш, ребята, храм является не только единственной православной святыней в районе, но и главной его достопримечательностью. И вот посмотрите, вот этот купол красивый, большой, золотой, да, как мы говорим, он виден всем жителям Солнцево. Сегодня мы с вами, ребятки, попозже чуть пройдем в детскую студию керамики. Давным-давно, в старинные годы, когда не было ни телевидения, ни радио, ни мобильных телефонов, представляете, какое это было время? Людям рассказывать о разных событиях помогали колокола. У каждого колокола есть свой голос. И люди знали, если звонит этот колокол, наверное, случилась какая-то беда, например, пожар, и надо бежать на помощь. А если звонит другой колокол, значит, его приглашают в храм на служение. А как же колокола могут рассказывать? Разве у них есть язык? Нету? Есть или нету? Да, есть! А давайте мы сейчас посмотрим. У нас в коробочке есть маленькие колокольчики. У нас маленькие самые. И мы посмотрим. Доставайте. Посмотрите, есть у них язычок? Давайте. Ну-ка. Я такой возьму? Угу. Бери себе. Я такой. Вот. Все взяли? Да. Смотрите. Подойти. Вот он там. Как красиво они звонят, да? Меня приглашают. Меня приглашают. У нас получается красивая музыка. Мелодия, да? Какая красивая мелодия, да? Наши колокольчики похожи на музыкальные инструменты. Вам нравится? Да. Очень красиво. А давайте послушаем голос каждого колокольчика. Будет интересно. Сначала я. Можно? Да. Прям сюда. Сюда вниз. Сюда вниз. А теперь все вместе. Ой, какая красота. Говорите. Так, не боится вас? Такая красивая музыка получилась. Замечательная. Здравствуйте, ребята. Мы сегодня с вами находимся в храме Сергия Радонежского в Солнцево. Я вам расскажу о жизни Сергия. Мама Мария и папа Кирилл были очень верующими людьми, помогали бедным. Сразу поняли верующие, что родится святой человечек. Когда он родился, ему дали имя Варфоломей. Варфоломей рос-рос, и когда он вырос, уже достиг мужества такого большого, огромного в жизни, он отправился строить монастырь свой. Варфоломей принял монашество, подстригся и стали его звать Сергием. С тех пор он стал Сергий Радонеж. Он два-три года, ребятки, один, в холоде, в голоде трудился. Потихоньку стали приходить к нему люди. За благословением, за исцелением он исцелял, ребятки. Понимаете? Болящих, да? Вот. И потихонечку, постепенно стали приходить к нему еще больше и больше людей. Приходили князья, ребята, за благословением на Великие войны. И когда собралось 12 человек, они стали строить Троицу Сергий Лавру. 50 лет, ребятки, они это строили. И после смерти Сергия Радонежского находятся его нетленные мощи в Троице Сергий Лавру. И ребятки приезжают к нему перед началом учебного года за благословением, чтобы учеба вам давалась хорошо. И вам советую посетить Троице Сергий Лавру. А сейчас мы с вами отправимся в наш храм Сергея Радонежского в Солнцево. Добро пожаловать! Скажите, как называется наш храм? Храм Сергея Радонежского. А сколько куполов? Ой, сколько куполов на храме? На храме расположено 5 куполов. А что еще наверху находится, Анфиса? Колокола. А сколько колоколов? 5 колоколов. Какие бывают купола? Купола бывают зеленые, золотые и зеленые. А еще наверху, что находится, ребят? Наверху, вот что мы видим с вами? Наверху. Крестики. Мы видим кресты. А какого цвета они? Они золотистого цвета. И они очень красивые. А еще? Который звонит в колокола, называется «Звонарь». Мамечка, молодец. Вот у нас преподаватель детской студии керамики Алина Владимировна с вами еще что-то сделает. Пока это сюрприз, и вы сейчас увидите. Девушки, вы узнали эти колокольчики? Да! Откуда они у нас? Из храма. Ну, кто их лепил? Мы. Из чего вы их лепили? Из грибины. Так, а вы узнали свои колокольчики? Да! Как вы думаете, дети, что мы сейчас будем делать с нашими колокольчиками? С колокольчиками. Так, и колокольчики, да? Хорошо. Девушки, посмотрите на картинки. Что вы здесь видите? Храмы. Храмы. А давайте найдем, где здесь изображен наш солнцевский храм Сергия Радужского. Ну-ка, посмотрите. Говори, Надю. Мы сейчас с вами покажем. Правильно, молодцы. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Понравился храм Сергия Радужниевского. А чем он тебе понравился? Что он самый красивый и необычный. Мне понравилось, как мы вот лепили колокольчик. Вот, я бы хотела бы еще сюда прийти. Нарисовать храм и царь колокол. Когда я пришла домой с экскурсией, мне так хотелось нарисовать храм. И он мне понравился, потому что у него красивые купола и колокола. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ